А второй вопрос с Бхагаватом? Как стиль не совершенствует жизнь? Каким самым совершенным способом является достижение? Какой самый высокий процесс, чтобы получить это? Окей, спасибо. И что есть последний вопрос? Третий вопрос? Какие игры совершает Кришна по вражи, Бхагаватом? Какой способ Кришна выступил в Варакамадуру? А четвертый вопрос? Каких инкарнациях он приходит? И что каждая форма отвечает какому? Для чего он приходит? В этой или иной форме? Какая миссия у каждой инкарнации? А какого-то пятого? Подробнее о сладостных играх. Подробнее о сладостных играх. Кришна любит? Он хочет услышать о сладостных играх Кришна. Кто-то? А шестой вопрос? Когда ушел Кришна? И в чем воплотилась религия? Нашла предыдущая религия? На чем туда? Когда Кришна влезла в этот мир материал, где харма взял шелта? Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Погубка, спасибо. Значит, вы можете слушать. Это答案 первой ответы. Первой вопрос – Итак, сегодня я вам расскажу ответ на первый вопрос. А именно, что дает высшее удовлетворение для каждой души и о том, что же является самой высшей обязанностью каждого человека, каждой души. Существует множество долгов и религий в этом мире. Что же является самым высшим долгом, высшей религии в этом мире? Да, в одном вопросе есть два вопроса. Да, теперь дайте ответ. Вы можете сказать что-то об этом? Вы можете сказать об этом, об ответе? Да, вы можете сказать, что это. Наш гость, Махараш, попросил меня рассказать ответ суды Госвами на первый вопрос мудрецов. Итак, мудрецы спросили, что же является высшим благом для живого существования? В чем наше предназначение? В чем наш интерес? Мы теряем мир и все это, пекутся о своем интересе. Правильно? Если наши интересы расходятся, то в какой смысл иметь какие-то отношения? Соответственно так, что мой интерес был этот. Мне какой-то интерес на самом деле. И также мудрецы спросили, в чем интерес каждого? Что является высшим благом для каждого живого существа? Вот такой важный вопрос они задали. Мудрецы, потому что они знали, что этот мудрец может сполна ответить, опираясь на свой опыт многолетний, на свое служение, на свой футбол. Он может ответить на этот вопрос. Поэтому они спрашивали такие глобальные вещи. И вот самый... Первый... Ставьте кто-нибудь перед Махараджем и Тенемусом. Все мы думаем о своем интересе. И вот мудрецы, они зная об этом, они спросили, что является высшим благом для каждого живого существа? И мудрец... И так мудрецы спросили, что же является высшим благом для каждого живого существа? И мудрец Сутагасвами, он поблагодарил их за такие вопросы, потому что они касались Кришны, а стало быть, каждого. Потому что Кришна — это сверх душа в сердце каждого. И он начал отвечать. И я сейчас зачитаю этот стих на санскрите. И его очень хорошо тоже знать, заучить. Завайпунсам пародхармо, ятубхактиратхокшаджи, агайтуки аппратихата, яятмасупрасидати. И перевод такой. Сутагасвами ответил. Высшим занятием или дхармой каждого живого существа... Дхарма в переводе означает то, что наша природа... Вот у каждой вещи есть своя природа изначальная. Например, природа сахара — это быть сладким. Природа сахара — это быть соленым. И также у нас существует вечная природа, которая от нас неотъемлема. То, что нас всегда сопровождает. Например, многие думают, что дхарма — это быть христианином или мусульманином. Но иногда христианин может стать мусульманином, а мусульманин может стать христианином. А что не меняется? Не меняется желание служить. Случение — это и есть наша дхарма. И вот Сутагасвами сказал, Высшим занятием дхармы для каждого живого существа является такая деятельность, которая приведет его к трансцендентальному любовному служению Господу, которого зовут Адхокшаджа. Адхокшаджа — это в переводе с санскрита означает «Тот Господь, которого невозможно постичь с помощью нашего тела чувств и ума». То есть он трансцендентный и его зовут Адхокшаджа. Он говорит, что нашим высшим совершенством, высшим занятием является служение этому запредельному Господу. И чтобы это занятие, это служение приношло нам полное удовлетворение, это служение должно быть непрерывным и бескорыстным, немотивированным. И вот вкратце так это. Это дарует Адхокшаджа. Да, только вот это вот как бы бескорыстное, непрерывное служение дарует душе, в переводе с санскрита, оно звучит «атма», полное удовлетворение. Мы все ищем покое, счастье, полное удовлетворение. И этим рецептом этого является наше служение, Господа Адхокшаджа. Харик-карш-карш. Харик-карш. Харик-карш. Я расскажу, что он говорит, что он говорит. Ага. Он хороший человек, он… 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 Он съел всё, я уже… Повторите еще раз. Чем больше говорят, тем лучше доходят. Прежде всего, я предлагаю свою бесчисленную Бхагдават Пранамы, свои нижайшие поклоны, Омбаснымастапам моего Дикшагуру Омбищну Паат, Ширшимат Бхактавиданта Ихбамна, Вана Махараджа. Также я предлагаю свои смиренные спасительные поклоны Омбаснымастапам нашего дорогого гостя, моего Ширшагуру Омбищну Паат, Бхагдавиданта Ихбамна, Ширшимат Бхактавиданта Ихбамна, А также всем старшим Саньяси, ученикам моего духовного дедушки и Парамгуру, Его Божественной Милости, Ницелилы, Проючные Рощупа Ада Штатаршата. Ширшимат Бхактавиданта Инарая, Нагасвами Махараджа, изображение которого вы можете видеть у нас в алтарной комнате. Мы проводим каждый день служение, поклоняемся его опыслым стопам. Он является великим Ачарием. В Ширупанулы Гудзея Гуру Парампари, цепей ученической приятственности, идущей непосредственно от таких личностей, как шесть Госвами Бриндауна, может быть, вы что-то слышали. Это великие преданные, которые даруют настроение Шримат Бхагавата, настроение служения Шримати Радики. Они являются вечными в Парьядасе, очень близкими служанками. Вот именно почему служанки? В этом мире понятие «слуги» или «служанки» очень низкое. Если мы знаем, что, согласно Варнаши Медхарме, положение «слуги» или «служанки», оно приписывается к Дхарме Шудры. То есть Шудра должен служить всем следующим классам в обществе. Вы знаете, что это за Варна Яша? Кто-нибудь знает? Самый высокий Кшатри? Нет. Браманы. Браманы, Кшатри, Бащи и Шудры. По порядку. Браманы – высшее сословие. Да, высшее. Потом Кшатри – это военные. Управленцы. Управленцы, да. И потом Бащи – это торговцы. И Шудры – это те, кто служит всем. Наемные рабочие. Их задача заключается в том, что они являются как стопы общества, как они должны служить всем остальным. И у каждого из этих классов и сословий есть своя Дхарма, выполнение своего долга. То, что свойственно их природе. Но, как вы видели из спектакля, это временная Дхарма. Потому что наши отношения в этом мире, они временные. Наши должности и посты в этом мире, они временные. И нет никакой гарантии, что мы потом продолжим с того же места, где мы оставили все. Но Санатана Дхарма, Вайшнава Дхарма или Бхакти-йога – путь преданного служения Всевышнему – это вечная религия. Вечная религия души, как было очень отлично сказано. То, что не меняется по прошествии времени. То, что остается с нами всегда. В этом мире, в этой Вселенной мы бесчисленное количество раз, миллионы жизней умирали. Чтобы наконец-то рождались и умирали. Чтобы наконец-то встретить истинного сада, истинного гуру, который расскажет нам о том, что такое душа, где Всевышний, где Он живет, чем занимается. И какие же у нас вечные, индивидуальные отношения с этим Всевышним? Кто же Он такой, эта Верховная Личность Бога? И как душе достичь полного удовлетворения? Потому что мы умираем и имеем кучу проблем, но так или иначе мы все равно продолжаем искать счастье и удовлетворение. Это парадоксально. Казалось бы, уже не нужно ничего искать, потому что уже очевидно, что за страданием следует... Следующее страдание и нет этому конца. Но почему же душа, она все-таки продолжает желать счастья и любви? Почему? Потому что она имеет другую природу. Полностью, как сказано было, а природу, которую имеет Господь от Хокша же, тот, кого невозможно постичь посредством чувств, посредством ума, разума и ложного эго. Невозможно. И этот прекрасный стих «Саваипумсам паро дармо» является дверью для нас в Духовный мир, дверью на пути к самоосознанию, о том, как же познать, кто я есть. Ке аминь. Сегодня прекрасный день тоже ухода с Анатмами Госвами. Это один из Госвами Бриндауна, о которых мы ранее говорили. Великий Ачария, который установил принцип самбанда гьяны, то есть знание о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Знание о этих взаимоотношениях, оно переходит из сердца истинного Вашнава в сердце истинного ученика. Потому что каждый из нас имеет свои уникальные индивидуальные отношения с Всевышним. У каждого из нас индивидуальные любовные отношения с Всевышним. Как это осознать и учит процесс бхакти-йоги? В частности, этот стих, который был так прекрасно рассказан. То есть непрерывное и бескорыстное желание удовлетворить гуру Вашнавов, исследовать процессы, которые они дают, с полным преданием суть нашего процесса, слушать от них трансцендентное послание о Господе, и так достичь высшей цели, высшей цели жизни, которая возвышается над хармой, артхой, мокшей, камой, мокшей, чистую трансцендентную любовь к Богу, которая является нашим билетом в мир вечный. И этот билет, как говорится, не украсть никакому вору, потому что душу нельзя ни убить, ни сжечь, невозможно. Смертно только это тело. Как это осознать? Нужно повторять Святое Имя. Харе Кришна Махамантру, которую даровал Шичайтане Махапрабу этому миру. Он просто одел эту прекрасную гирлянду на людей Халиюги, которая состоит из этих трансцендентных имен. В на самом делеی means Хари Кришг؛ Кришна Кришна Хари Кришна Хари Раам. Хари Ра們а Харе РаHa ha re. Харе Гаврю Примана. Харе Гаври Примана Харе. В на самом деле Трансидент weg TikTokikut Isha Mахар Ch הנ at all aroundandanvano О' Веды говорят, в чем заключается долг человека. Когда человек рождается, то он должен заплатить определенным личностям. Сразу своим рождением он должен пяти категориям людей. Если он не оплачивает этот долг, он, естественно, больше не рождается в качестве человека, он и попадает в ад. Когда рождается человек, он сразу становится должен теплу, который есть в этом мире, свету, который освещает его. Всем тем, кто дает пищу, свет, тепло, воду, которую пьет, кто это дает, правители этого мира, полубоги. Человек обязан заплатить за то, чем он пользуется. Также человек становится автоматически должником для великих мудрецов прошлого, которые подарили все знания, благодаря которым мы живем, развиваемся, лечимся, за те знания о медицине, которыми мы пользуемся, за те знания, когда мы зарабатываем деньги, за те знания, в которых мы живем. Мы сразу становимся, когда человек рождается, он сразу становится должным тем великим мудрецам, которые подарили это знание. Так же человек должен своим родственникам, которые всегда помогают и до рождения, и после рождения. А также человек автоматически становится должником для своей матери, которая его вынашивала, которая кормила, для своего отца, который подарил ему жизнь. Человек сразу становится автоматически должником для правителя этой страны, который поддерживает законодательство, благодаря чему нет хаоса в стране. Да, так очень сложно притомить от мудреца. Если человек полностью переносит на крышну, то вы помнили, что это hjаоса в хаоса. Другие делятся, что мы переживаем, которые помоги от всех. Но у всех людей помогает, чтобы принимать право вверх. Кришна говорит Бхагаврадхита, что все вредно вредно мне. Они вредно 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 мне. Когда кто-то вредно берет к Кришне, у них нет нужды вредно 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 вредно. И человек может потратить всю свою жизнь на оплату того или иного долга. Не хватит у него жизни заплатить за свой долг перед матерью, перед своим отцом, перед всеми родственниками, так что они были бы удовлетворены, перед всеми полубогами, которые дают свет, воду, тепло, перед президентом той или иной страны. Что же тогда делать? Долг-то ведь надо оплачивать для того, чтобы не попасть в ад. И тогда вредно говорят, нужно заплатить долг тому, который сам является кредитором для всех остальных. А кому должны отец и мать? А кому должны сами полубоги? А кому должен сам премьер-министр? Начинается финансы. Финансовый менеджмент. По взаиморасчетам они все должны верховному Господу сами, своим существованием, своим положением, своей работой, со всеми выгодами, которого они из этого извлекают. Поэтому беды говорят, если начинать оплачивать свой долг творцу этого мира, благодаря которому все остальные существуют, все остальные долги автоматически гасится. Не нужно отдельно выплачивать каждой отдельной личности, которая тебе помогала. Если ты служишь творцу, то все становятся при этом удовлетворенными. Так и не нужно говорить, что в бхакти тоже есть. Счастье только на существо, он только в бхакти. Если не знаем, что ты делаешь, то есть все остальные. В чем же заключается эта оплата долга перед Ним? Перед Творцем этого мира. Человек должен вопрошать о том, кто он есть на самом деле. Потому что от этого зависит вся остальная его деятельность. Если человек возомнит себя менеджером, он будет поступать как менеджер. Если человек под гипнозом возомнит себя собакой, он будет поступать как собака. Все зависит от того, кем ты себя считаешь, так ты и будешь поступать. Так вот, веды говорят о том, что человек должен вопрошать о природе души, об атмии. Для того, чтобы понять о том, что он не это физическое тело, а нечто другой природы, которая сейчас заключена в этом теле. Как только он поймет, осознает о том, что он душа, он будет поступать дальше соответственно. Так что он должен делать его бхакти. Но также, как он должен делать его бхакти, они должны быть две примеры. Это означает, что «ахи туки» и «апратихата». «ахи туки» означает, что нет каких-то дожитий. Сарупа Госвами говорит, аня, бляси, та, суньям, there are no desire, you know, only one, he is my father, I am his son, so unconditionally here, only to his seva. There are no any kind of desire there. Затем нужно понять, что является природой этой души. А природой этой души, любой души, природа является бескорыстное служение. Абсолютно любой души, чтобы там не было никаких собственных интересов. Если душа начинает служить бескорыстно, верховной душе, вот тогда она испытывает удовлетворение. Ахи-то ки антали апрати-хата, апрати-хата манан, апрати-хата, аминь-эзида, мотикалит. Анинтерапт, анинтерапт. Вот так. Анатолик, анинерапт. Анинерапт, анинерапт, анинерапт. Анинерапт, анинерапт. продолжается продолжать. Продолжайте продолжать. Мы должны остановиться, потому что все время закончилось. Я буду переводить это, но мы должны остановиться. Сколько минут еще есть? Продолжайте остановиться. Почему? Потому что последний корабль пойдет в первую очередь. Многие люди не могут идти. Просто могли бы сейчас покормить, а потом уже Шиман Багатин должны идти туда и там. Это хорошо, что люди могут идти, и они могут идти. Останутся практически. Итак, мам, мы сейчас просто закончим ответ на этот вопрос. И потом нам сказали, что надо вас покормить те, которые хотят уехать в Самару, отсюда, чтобы вы попали на последний корабль, лодку-катер. И у вас не было других беспокойств. Поэтому я быстренько сейчас переведу этот ответ. Итак, для того, чтобы душа испытала неземное удовлетворение и счастье, нужно дать ей возможность, чтобы она начала служить этой высшей, прекрасной красоте Верховному Господу бескорыстно всем своим существом, не ожидая ничего взамен. Но этого недостаточно. Если только это служение будет непрерывным, как струя меда. Когда мы выливаем мед, он идет без капель, он идет просто потоком непрерывным. Когда душа войдет в такое состояние, когда она будет непрерывно, бесконечно любить и служить своему возлюбленному Господу, вот только это полной мере удовлетворит любую душу. Это высшая религия. Второй вопрос был, что является самым легким процессом, чтобы достичь такого состояния. Бхагавада говорит только все Стрепчат, все Беды, все Куран, все все, что говорит только один способ, чтобы только член этот святый имя – Харе Кришна. И те же самые Веды говорят, что имя Бога. Пусть душа начнет повторять имя Бога. И тогда она очень быстро достигнет такого состояния. Поэтому это «Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare» «Hare Ram, Hare Rama, Ram, Hare Hare» «Бола Hare, Krishna Hare» «Krishna, Krishna, Hare Hare» «Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare» « realize это во время как класс, как?» «5 часа, мы живем!» 5 о'clock, они живут в этом месте. 4.30. 4.30 живут здесь. Мы можем сделать большой утрен в классе. Окей, вы можете узнать, что это сегодняшний день. Сегодняшний день? Да.